И сегодня, что столица на пешеходном пяроходе под колой рейсовых автобусов трапила школьница. 9-ти годовая девчонка доставлена в больницу. Водитель, из его слов, смог убачить пешехода только у опошний момент и не с долей продухелить наезд. Проводится проверка. Минска ДАИ на тыдни проведя операцию по продухелению дорожно-транспортных сдарений на пешеходных пяроходах. Особливая увага аварийно-небеспечным участкам и припынкам. Александр Хоровец, протягнем. Транспортное средство. Вот пешеход-женщина с сумочкой. Между транспортным средством и пешеходом менее одной полосы движения. Согласно правилам должного движения, пешеход пользуется преимущественным правилом на пресечение проезжей части. Однако далеко не каждый водитель готовы признать, что порушает правила проезда пешеходных пяроходов. И только после того, как убачить видеозапис, погоджается. Порушил. Водители при повороте направо либо налево обязаны предоставить преимущество пешеходу, приходящему проезжей части по обозначенному, либо регулируемому, либо нерегулируемому пешеходному приходу. Согласно правилам дорожного движения, предоставить преимущество. Это дать право первым пересесть проезжую часть пешеходу, а только потом продолжить движение. Задумалась и вот так отрималась, признается Оксана Карманович, оплачивающий штраф. За четыре годы у водителя первое порушение. Спрочаться с инспектором женщина не стала. Признали вину, заплатили штраф. Больше не будем нарушать, как-то стыдно. Мама троих детей нарушает. За порушение правила проезда пешеходных пяроходов бюджет водителя может подтонять як минимум на 210 тысяч рублей. Максимальный штраф складает больше за миллион. Профилактические рейды протягнутся до 17 лютого. А кроме этого, свою лепту по попереджению травматизму на нерегулируемых пешеходных переходах унесут и дорожники. Например, в Московском районе селита появится 9 штучных неровностей. Только в минулом году за порушение правила проезда пешеходных пяроходов в столице отбилось 140 ДТЗ. В вынику 4 человека загинули и, амаль, полторы сотни отримали травмы. Зрешты, супрацовники ДАИ закликают и самих пешеходов быть больше уважливыми подчас пересечения проездной частки. Переходить дорогу только в дозволенных местах и обовязково глядеть по боках. Александр Хоровец, Юрий Сахадзе, агентство Телиновин.